Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона. И сегодня я наткнулся на очень интересное видео. Это вызов Александра Черепанова на гитар-баттл. Вызывает, значит, у нас Павел Михалёв на канале 367 подписчиков. Я подумал, надо посмотреть, кого хоть он вызывает. И нашёл этот видос, и есть ответочка. Александр Черепанов. В общем-то, смотрите, у него прямо в описании к ролику есть ссылка на гитар-баттл и на их страничку ВКонтакте. Я, естественно, зашёл и посмотрел. Тут действительно эти два видоса добавлены. Тут вот написано, всем привет, можно что-то возрадоваться. Движуха пошла, скоро все анонсы. Про всех помним, никого не забудем. Сразу много баттлов, мы все этого ждали, мы все этого хотели, мы все этого заслужили. Вот. И дальше ответ не заставил себя долго ждать. Я уже вижу какую-то спланированную штуку. То есть спланированный вызов, спланированный ответ. То есть нашли двух... Но люди просто какие-то ноунеймы, потому что, ну, 367 подписчиков и что-то там 700 с чем-то, это очень мало. Но не суть. Давайте посмотрим видос с вызовом сначала. Привет, друзья. Сегодня мне скинули видео по словам, мол, ты охренеешь. Я думаю, ну-ка, ну-ка. Кисельцо, контест. Александр Черепанов, смотри. Так, ну первое, с чего я реально охренел, это то, что у него гитара настроена в Си. Седьмая струна настроена в Си. Ребята, 2020 год на дворе. Я сейчас вам все объясню, вот смотрите. Седьмая струна. Седьмая струна. Там была пятая струна, а не седьмая. Вроде. Вашистая на басу. Ну что ж, я действительно охренел до 2020 года. Нет, ничего более устаревшего, чем я настраивал седьмую струну. Си, поехали дальше. Ну, не знаю, у меня, например, в Ми гитара настроена всю жизнь практически и нормально. Итак, ну вот здесь бэнд перетянут и не дотянут одновременно. И у меня сразу же вопрос. Это пентатоника? Если да, то почему так много нот? Если нет, то почему притворяешь, что играешь пентатонику? Зачем ты грешь людям? Ты обманываешь людей, обманываешь свою аудиторию, обманываешь свою... Короче, это троллинг какой-то просто. То, что там сыграно нормально и пентатоника, что-то... Ну, это, короче, стёп какой-то. Блин, ну что такое? Учеников пентатоники 5. Пентатоники 5 нот. А не 55, как ты сыграл здесь. Почему не сыграно кончиком? Самым кончиком. Всем известно, что кончиковая школа игры самая правильная и единственная верная школа игры на гитаре вообще. Так, это что, получается, адепт фред-гитариста будет на гитар-баттле баттлиться? Интересно, интересно. Козлиная вибрато. Ну что ж, Александр, я посмотрел твое видео, и мне ничего не остаётся, кроме как вызвать тебя на гитарный баттл. И там я покажу тебе, как играть в пентатонику, как делать бенды, как настраивать гитару, и вообще, жду тебя на гитарном баттле. Так, ну посмотрим ответочку тогда уж. Чё-то как-то ни о чём вызов. То есть, реально, ничего не показал, ничего не объяснил. То есть это просто какой-то прикол. То есть просто типа в стиле Фарнёва троллинг. Ладно, давай ответочку посмотрим. Блин, он спит. Надо ему показать. Саша! Саша, просыпайся скорей! Тебя на гитарный баттл вызвали. Кто? Я не знаю, посмотри. Привет, друзья. Павел Николёв. Ролик со сценарием, так сказать. С актёрской работой. С монтажом. Павел, я принимаю твой вызов. Готовься, встретимся на ринге. Конечно, спать в кровати в одежде полностью, это дичь. А вот смотрите, у него кружка Чикен Страйк. Чикен Страйк кружка. Поэтому всё понятно. То есть адепт Фред гитариста будет батлиться с адептом Пиннивайза. Павел Николёв. Ну, друзья, лично я не верю, что это реальный батл, что люди, у них какой-то есть конфликт, и они друг друга хейтят. Это просто какая-то хуйня, детская хуйня, придуманная, чтобы как-то подогреть интерес к батлу. Но, тем не менее, все равно хоть какой-то движ. Посмотрим, чем все это закончится, когда этот будет батл, что это будет, даже интересно. Ну, а вам спасибо за просмотр, пишите в комментариях, что знаете по поводу этого батла, будет интересно тоже что-то узнать, может, какие-то есть подробности, может, я в чем-то ошибся, а может быть и нет. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам настроения, пока!